Всем привет! С вами Алена Димакова, менеджер туристической компании Авиафлот. Сегодня я продолжаю рассказывать вам о Вьетнаме, а точнее об экскурсии в Дават. Одной из самых длительных остановок в этой экскурсии, как правило, является водопад Прэн. Он не такой эффектный и мощный, как водопад Солона, но у него есть и свои плюсы. Например, можно пройти за самим водопадом, так как там расположен гроб и есть пешеходная дорожка. Сама территория возле водопада – это парк. По нему можно перемещаться как пешком, так и на джипах или даже уазике. Здесь есть свой мини-зоопарк, где можно увидеть крокодилов. Медведей. Тигров. Павлинов. Множество обезьян. И уникальное животное – куница, благодаря которому и получает самый известный популярный кофе Вьетнама – лювак. Самое интересное для туристов – это возможность покататься на слонах или страусах. Можно их похормить или просто погладить, если не испугаетесь. Лично я была в восторге от слоников, тем более, что в своем путешествии в Таиланд их не увидела. Зато увидела этих потрясающих слонов на водопаде Фрэн. Самое популярное место в Таиланд, которое посетили даже телеведущие «Орла и решки» – это Крейзи Хаус «Сумасшедший дом». Это отель, где можно забронировать уникальный номер. Их всего 10 на весь отель, и каждый из них не повторяется и имеет свое имя. Например, комната «Орла», «Медведя» или «Дом паутина». Большую половину дня – это место – музей под открытым небом, где интересно бегать от комнаты к комнате, ища правильный извилистый путь. Это место подходит для любителей стильных фоточек. Однозначно. Если Крейзи Хаус – это место, где туристы развлекаются или просто ночуют, то следующие остановки – это места, представляющие себя нечто большее. У вас будет полноценная остановка возле буддистского монастыря Чук-Ван. Здесь можно насладиться как архитектурой, так и парковой зоной. Карликовые деревья, множество различных цветов и других приятных глаз и мелочей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последнее место, о котором я расскажу вам, это духовный центр Далата. Красивая пагода Ли Фок. Ее называют храмом из стекла, потому что она вся сделана из кусочков битой посуды из керамики, стекла и фарфора. По центру комплекса стоит 27-метровая колокольня, которая имеет свой колокол массой около 10 тонн. Высоту башни достигает 7 этажей и каждый этаж представлен своим божеством. Залов очень много. Кажется, можно бесконечно рассматривать бесчисленное количество изображений богов и драконов. Мне пагода Ли Фок запомнилась в закатных лучах солнца. Красиво, конечно же. Экскурсия в Далат для меня это что-то яркое и насыщенное. Вот так за один день ты просто хватаешь весь вьетнамский колорит и запечатляешь его в своей памяти. Вы на ней увидите и природные достопримечательности, и какие-то архитектурные элементы. И все это в совокупности создает вам яркую картинку Далата. В принципе, на этом у меня все. Экскурсия в Далат однозначно вам рекомендую. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайк. С вами была Алена Димакова. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok